где-то слышал правило что в начале трансляции я часто делаю на инстаграм нужно показывать какой-то трэш вот я и показывают трэш потому что я уже должен технически выселиться из этого номера я только провожу трансляцию вот 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 там кстати среди всего этого трэша сейф из которой начался собирать и вот там вот два компаса лопань который я купил и наверное как-то продам своим ученикам там два компаса лопать единственное что в этой трэшовой комнате находится never mind а тема сегодняшней трансляции это стоит ли полагаться на чувство при помощи выбора жилища с благоприятной энергетикой кстати я наверное один из первых кто призывает комбинировать мозг вместе с фэн-шуй в одном флаконе и первое первый шаг что ли это научиться делать это моя книга по ссылке владимир книга . ком бить руками в браузере так вот мне как-то написали в комментариях по моему что когда я проводил трансляцию что вот владимир я в больших скоплениях народа например в торговом центре чувствую себя чувствую себя плохо мне не уютно так вот является ли этот критерий уютно или неуютно тем на котором на котором нужно основывать свои суждения дело в том что наши что ли чувства наши органы чувств откалиброваны часто неправильно это знаете как у вампиров многие из нас это вампиры и вампир больше боится больше всего на свете боится чего солнце как только появляется солнце мы прячемся или знаете вы считаете если читаете тибетскую книгу мертвых сказано что когда человек уходит нужно ему как бы совет ты увидишь свет иди к свету что делает большинство людей ты видишь яркую вспышку света и ты от нее шарахайся ты от нее прячешься там подробное описание как начинают прячься за камнями в тени если прячься за камнями там будут не буду это все рассказывать можете сами почитать идея в том что вот в барда даже посмертно существование большинство из нас шарахается света это точно так же как большинство из нас шарахается из на овощей или чего-то и начинает есть свинью поэтому то что вам не комфортно еще не значит что это плохо то есть это не значит что это хорошо тоже но что плохо это тоже не значит ничего не значит если торговый центр устроен правильно он затягивает себя ци привлекает большие толпы народа это окей можно просто расслабиться и позволить этой энергии пройти через вас вот эту идею что это ци грязная это нужно идти в место какое-то святое так далее я ее не покупаю да ребята но извините меня грязная ци давайте очистим хлеб он грязный давайте очистим я не знаю кто-то здесь спал на этом на этой кровати давайте ее очистим вот знаете кто-то на этой кровати давайте ей хорошо тогда после вас тоже нужно очистить мы тоже грязная после нас тоже будет кто-то спать на этой кровати давайте ее очистим в этом смысле китайская метафизика фэншу в частности это язык который позволяет знаете как диссоциироваться от своих чувств о мне здесь некомфортно вот может то что тебе некомфортно спасет тебе жизнь нам некомфортно чтобы нам вырывали зубы тогда как позволить чтобы прогнил мозг или что вот язык позволяющий диссоциироваться от чувств и применить мозг первый подход понятный начинающая сделал свои книги по ссылке в бит браузере владимир книга . ком или мне одна участника участница трансляция написала владимир в одну мысль высказываете так долго но знаете общее место не есть общая практика то что вы слышали что-то еще не значит что вы услышали что-то то есть услышали что-то и вы можете от меня слышите одну мысль годами но вы ее услышите однажды возможно надеюсь начнете применять и это изменит жизнь вашу вашей семьи вашего бизнеса и и так далее то есть общее место не общем не общая практика другая идея что есть выбор толпы есть выбор но статистического большинства посмотрите как статистическое большинство убирает жилище и есть выбор мудрый обычно человек ищет квартиру скажем в тихом районе чтобы не было шума чтобы подешевле чтобы зачем покупать это же выше на этажах ниже дешевле согласны это если рассматривать мир с позиции нищеты если рассматривать мир с позиции изобилия это что называю возврат нации знаете как есть возврат на инвестицию то есть вы вложили деньги его вы получаете 20 процентов годовых есть термин которая вел возврат на инвестиции рыба по-английски будут сокращение это будет ар-а-а ручи какой-нибудь арок ю возврат нации то есть вы вложили в эту квартиру у неё хорошие отцы и вы получаете 20 30 100 тысячу процентов годовых в виде энергии которые вы можете конвертировать деньги в здоровье в отношениях путешествия все во что вы захотите на самом деле и если вы вложились в квартиру с фиговой ци или там в дом с фиговой ци тогда вы не получаете этот возврат в этом смысле мы выбираем жилище чтобы у нас был доступ к телу ци чтобы там мы видели где-то не вдалеке был оживленный перекресток или торговый центр или еще что-то мы убираем если есть вокруг горы мы убираем какой-нибудь пентхаус мы убираем этажи выше чтобы мы вы видели вершины эти гор то есть найдите врез вокруг вас резервуал резервуар ци и вы от своего дома своей квартира с офиса его должны видеть и не стоит полагаться на чувство чувства могут говорить что вам некомфортно это может что-то значит может ничего не значит то есть может действительно в этом месте происходило что-то нехорошее может нет то есть в этом смысле человек он такое холистическое существо целостное существо мы с одной стороны конечно что то мы чувствуем с другой стороны мы применяем знания и в комбинации это дает результат мой опыт что интуиция прокачивается только на фоне правильного каркаса то есть есть интуиция токсичная есть интуиция экологичная что ли токсичная интуиция она возникает на пустом месте у вас нет опыта экологичная интуиция когда у вас с одной стороны есть знания есть опыт есть передача людей которые у которых есть опыт в это все получили аккумулировали то есть построили фундамент то есть строите какие-то кирпичики например используя знания описаны в моей книге владимир книга . ком и после этого как ты тренировался 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 делать логические выводы с разных точек зрения однажды ты свободен то есть у тебя возникает правильная интуиция правильный ответ на вопрос это экологичная интуиция то есть это знание за пределами знания но чтобы возникло знание за пределами знания ребята вначале должно быть знание она не возникнет на на незнании тогда у вас будет знанием за пределами незнания правильно поэтому ребята то что вы чувствуете они окей торговом центре в которого много людей но что я сделаю что я сделаю сделайте так что вы полюбили этот торговый центр и у вас будет больше денег полюбите этот торговый центр эту энергию вас будет больше денег если та энергия которая приносит деньги в торговый центр это та энергия которая принесет соответственно деньги вам пишите в комментариях что вы думаете по этому поводу ваши наблюдения опыт то есть как выбираете жилище и помните что богатые люди живут в местах для богатых бедные люди живут местах для бедных если вы хотите чтобы у вас был результат который есть одного процента человечества делайте то что делает лишь один процент человечества если вы делаете то что делает 99 процентов человек у вас будет результат тот который у 99 процентов человечества 99 процентов человечества не доверяет китайской метафизики один процент доверяет не доверяет не имеет никакого значения сначала пробуют потом делает вывода не так как я не читал салженицына но он враг народа сначала попробуйте отличный способ это сделать за символические деньги это мой моя книга которую можете купить по ссылке владимир книга . ком спасибо а